Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео мы с вами пришли в гости в стоматологию реформат. В гости к Максиму Хашову. Пойдемте, попросим провести его экскурсию и пообщаемся, с чего все начиналось и как мы должны построить такой потрясающий стоматологический центр. Погнали! Всем привет! Меня зовут Максим Хашов. Добро пожаловать в мою клинику реформат. Сегодня я проведу вам экскурсию, надеюсь, будет интересно. Это наша зона ожидания, наша ресепшн. Я, честно говоря, раньше любил сам здесь посидеть, отдохнуть. Здесь как-то уютно, особенно вон там, в том углу, на диванчике, вот где вы сидите. Только мой угол, вот любимый, немножко ближе к окну. Только ты сидишь, расслабляешься и действительно создали уютную атмосферу. Но сейчас редко получается там посидеть. Вот, здесь у нас там гардероб. И мы заходим. Наш ресепшн, он сейчас в рабочем состоянии, девушки работают. Здесь у нас кабинета координаторов. Координатор Мария, знакомьтесь. Вот, координатор занимается согласованием всех аспектов лечения, активно работает с нашими пациентами, помогает им разобраться во всех нюансах и мелочах длительного лечения. Здесь у нас второй кабинет координаторов. Аня сейчас отошла. Тут у нас закрыто. Там склад. Здесь у нас первый кабинет. Это мы сегодня операцию провели нашему коллеге. Здесь у нас работает на микроскопе. Семья Аркадьевна любит работать в темноте. Она не любит свет, потому что микроскоп дает свет и все. И почти все доктора работают с двумя ассистентами. Круто. Практически весь прием идет. Здесь у нас как раз... Здесь как раз Алексеевна закончилась. Здесь как раз только что закончился... Здесь парадонтологический кабинет. Вот. Здесь и парадонтологию проводим, и софтблог состоится. Здесь много работают ортопеды наши. Здесь у нас такая... Лен, здравствуй. Здравствуйте. Здесь у нас базовая стерилка. Тут как, наверное, тут ничего особенного, как у всех. Увеличение. Запечатки аппараты. Два автоклава. Постоянно работающие... Тоже автоклав для наконечников. Да, автоклав для наконечников, так. И моющая машина. У нас, в принципе, стандартный набор. Такой. Хороший. Кстати, лечения, кстати, практически нигде не видел. Серьезно. А вот промывать, прочищать боры, особенно имплантаты, мыть вот эти какие-то мелкие расходники. Да-да, вижу. Давайте покажем. Кстати, прикольный девайс. Ну, реально мало где видел, кстати. Ну, вот. Гораздо удобнее мелочевки. Тут не супер большое увеличение, это не какой-то Microsoft, но, действительно, зрение не портится. Здесь, получается, здесь такая чистая техническая помощь, здесь компрессорная. Там, если присмотреться, стоит вот блок, и вот. Это два больших блока, это, на самом деле, два больших аккумулятора. Вон та штука весит килограмм 60, чтобы ты понимал. Ага. Это огромный, тяжеленный аккумулятор. И вон тот. ЭПИС, это вот тоже блок с аккумулятором. Они работают на оперблок и на КТ-аппарат. Если выводится электричество, где-то в течение 45 минут заряда хватит, чтобы поддержать, чтобы довести операцию до конца. Так. Ну, пойдем сейчас. Как раз тут операции закончились. Зайдем к Наталье Викторовне. Здесь у нас кабинет старшей медсестры. Вот. Здесь он такой маленький за стеклом. Здесь, ну, как чисто такая история. Здесь у нас еще рабочее место нашего медицинского директора расторанча. Но его сегодня нет. Он здесь работает два дня в неделю. Вот. Поэтому он такой скромный. Пойдемте. Это основное рабочее пространство. Это мы входим в предоперационную. Предоперационную. Здесь там в углу стоит запасной кислородный конденсатор. Мне нравятся вот мои огнетушители. Они у всех красные, а я люблю, чтобы он был беленький. Оригинальный. Здесь получать центрифуга. Два холодильника. Потому что один морозильник – это под лед. С фирменной пакетикой. А можем достать? Да. Прикольные штуки показать. Вот. С логотипом, что самое страшное позади. Оригинальный, кстати. Вот. А здесь, ну, как бы, холодильник с лекарствами. Те препараты, которые надо хранить. Это вот тут у нас всякая такая… То, что даем после седации. Они же должны четыре часа не есть до. И потом, если два-три часа операция, то это, получается, человек, когда просыпается, проходит часов восемь минимум, что он ничего не кушал. Сразу полноценному есть нельзя. Это питание для реанимации и для постоперационных больных, которые еще не могут полноценно кушать. А это как йогурт, который содержит, ну, как бы, кучу всего. Угу. Вот. Ну, из такого, из хирургического. А остальное там куча всего чисто практических таких моментов. Здесь у нас, получается, две мойки операционные, полноценные, да, с локтевыми смесителями, чтобы можно было помыть, закрыть, не используя рук. Угу. И, соответственно, как бы, то же самое, локтевые смесители, вот, закрывается, вытирается и дальше уже обрабатывается, ну, как бы, дюровским раствором, который через полторы минуты у вас, когда по моменту руки высыхают, они становятся теребряными. Угу. Вот. И здесь такой же, второй, чтобы можно было и ассистенту, и доктору мыться параллельно. Вот. И так как у нас по плану там тоже вторая операция, но мы туда чуть-чуть попозже заглянем. Угу. Что у нас по ящикам? Здесь у нас куча оборудования для трансляции. Там, на самом деле, три блока, которые обеспечивают трансляцию с камерой на наш образовательный центр вниз, куда мы заглянем позже, и которые могут выводить прямую трансляцию на YouTube. Здесь у нас стоит склад аптечек, потому что после операции мы даем все необходимое с собой. Здесь, например, стандартный Максиклав. Мы можем рассказать, да, что входит. Да, давай. Сейчас сразу. Сделаем анбоксинг. Хлоргексидин. Угу. Вот. Ну, как бы, разлит период в нашей, как бы, фирменной упаковке. Вот. После классической имплантации назначаем Амаксиклав. Обычно по одной таблетке два раза в день, в зависимости от объема, либо на пять, либо на семь дней. Ну, мы аптечки выдаем обычно заранее, потому что антибиотики, они пьют либо в день операции, первую таблетку утром, если после обеда, если утренняя операция, то вечером перед, после ужина, за день до операции, чтобы у нас титр антибиотиков был в крови уже на момент хирургии. Вот. Потом мы выдаем специально супермягкую хирургическую щеточку, которая чистит вокруг зоны операции, чтобы там было чисто. она супермягкой щетиной, а в другом месте чистят обычными. Вот. Выдаем ибупрофин 400 миллиграмм в качестве обезболивающего. Вот. Дексаметазон, если операция большая, противоотечная, мы даем по две таблетки в день. И омез для желудка по утрам по таблетке, чтобы кислотность понижается на фоне приема антибиотиков, чтобы это выставили, чтобы меньше было дискомфорта на фоне приема антибиотикотерапии. Мы все выдаем в нужной дозировке сразу пациентов в такой коробочке. Там укладывается по икетик, объясняется, дается. Соответственно, тут есть несколько типов рекомендаций. И плюс, в зависимости от объема операции, и плюс рекомендации автоматом летят пациенту либо в пуш-уведомления, если он скачал приложение, либо в WhatsApp, потому что все время дублируем. Бумажки люди любят терять. На самом деле, как все. Наверное, все с этим вталкиваются, что какую-то бумажку дали, ты через день забыл, где это. Поэтому всегда дублируем еще рассылку по рекомендации как до, так и после операции. И рекомендации по приему препаратов все время отсылаются. То, что касается полноценной предоперационной, сейчас заходим в операционную. Алиса, тише. Заходите. Это вот наше основное рабочее пространство. Здесь полноценно малая операционная. Здесь 26 метров. Соответственно, предоперационная она, по-моему, где-то около 10 метров или 12. И палата пробуждения. Соответственно, это здесь. Здесь у нас все мобильное. Мы можем катать кресло как хотим. Ребят, у нас сейчас маленькая съемка, Володь. Сейчас 5 минут и потом продолжим. Здесь у нас подкатной модуль, который подкатывается, соответственно, куда как бы тоже угодно. Которую используем, если необходимо. Стандартный модуль. Здесь получается у нас потолочная консоль, которая подключается во время седации. На ней монитор. На ней ультразвуковой аппарат. Это тритон аппарат, который определяет степень седации. Подключаются датчики на лоб и меряем степень погружения в сон. Не циферки, а тут циферки выдается и показывает, какой процент активности мозга. И видно, какая глубина сна у пациента. И, соответственно, тут еще инфузоматор. Ну и куча возможностей для подключения дополнительного оборудования, которое, возможно, еще будет здесь подключаться. Потому что мы задумываемся о полноценном наркозе. Не внутривенной седации, а чтобы подключать эндотрахиальный аппарат. Вот. Сейчас рассматриваем такую возможность. Соответственно, он будет тоже подключен на потолочную консоль. Потому что, в принципе, его как бы стоять здесь особо некуда. Потолочная консоль, она чем хорошо, она крутится. А можем вот ее покрутить? Да, конечно. Потому что, ну, я, честно говоря, такую штуку вижу впервые. Ну, это из операционных. Я же просто тут какая-то предыстория. Сколько? Я 14 лет отработал в стационаре. Ага. В отделении челюстно-ноцевой хирургии. Поэтому у нас, когда операционный строил, я строил ее по стационарным принципам. Вот. Она как бы, соответственно, можно взять, завести. И вот у тебя ультразвук. Да. Вот у тебя здесь подключен монитор, к которому, да, инструмент. Соответственно, ну, как бы, ну, тут много всяких разных. Еще очень много, где можно подключить. Да. И можно что угодно подключить. То есть это вот такая история. И тут у нас получается съемка, вот, сразу запись операции. Насть, поставь, чтобы я на это время не тратил. Да, вы можете посмотреть. Да. И вот отдельно еще у нас рука под камеру. Ага. Вот. Которая, как бы, тоже, соответственно, там настраивается. И картинка с камеры, она... Настя, если мы включим, она сразу пойдет туда? Ее можно отправлять сразу, как бы, в сеть. А здесь картинка очень удобна. В некоторых ситуациях мы включаем ее. Когда ассистенту не видно, ставится камера, а монитор вешается вот сюда. Например, я вот так вот работаю. Вот. Я работаю, как бы, из этого положения. А мы, например, монитор ставим вот сюда, чтобы ее было видно, как бы, ассистент. И ассистент, например, здесь держит крючки, но голова немножечко наклонена в мою сторону. И ему неудобно, ему там ничего не видно. Но он должен смотреть, как он держит и как он сушит. И он тогда смотрит в монитор и контролирует свои движения через монитор. То есть не всегда камера используется как камера. Она используется вот как там с микроскопом через зеркало работает. Они не видят конкретную ситуацию. Вот примерно по такому принципу и здесь используется. Вот такая история. А про кресло расскажите еще подробнее? Ну, это классическая брумаба. На самом деле у меня ее много лет не было. Это последнее приобретение в операционной. Оно удобное, оно красивое, но я долго-долго на него не соглашался. Почему не соглашался, на самом деле? Потому что у него вид прямо операционного, операционного кресла. У меня лет пять здесь стояла классическая планмека Чея. Вот, то есть обычное кресло, которое без всего, которое тоже было на колесиках перекатывалось. Оно стоило, во-первых, раз пять дешевле, чем это. Ну, в принципе, достаточно удобное. Мы тоже были тут подлокотники, немножко поменьше там позиций. Но на 99% оно удовлетворяло всем, как бы, запросам. Вот. Но они сняли его с производства, и оно стало глючить. То есть оно использовалось активно в шесть лет. И мы поняли, что хороших альтернатив, вот, кто выпускает чисто кресло отдельно, без, как бы, без модулей, чтобы это все продавалось официально, было залицензировано в России, потому что это все-таки операционное. Если я буду проверять, здесь нужны все, как бы, какие-то закрывающие документы, чтобы это можно было использовать. А, нет. И пришлось брать брумабу, потому что... Ну, на самом деле, это были страхи именно мои, в моей голове, потому что я думал, что пациенты будут бояться сюда садиться. Потому что это выглядит сразу как, ну... Здесь, когда кресло еще стоматологическое, оно не выглядит как операционное. Если ты проводишь консультацию, а здесь оно немножко совсем выглядит. Вот, когда сюда сейчас заходишь, тут немножко... Обычным людям страшно, потому что, ну, это стресс, связанный с, как и у всех, с хирургическими манипуляциями. Для большинства людей это не очень приятная штука, и много неприятных ассоциаций у многих с этим связано. Поэтому нам как-то хотелось все это дело сделать так, чтобы меньше люди переживали, меньше нервничали. Про светильник можно оказать его режимы? То есть, насколько он там яркий? Ну, светильник, это видите, это все... Вот, вот логотип. Макут. Макут. Ага. Ословенный. Он был сделан тоже с коленом. Под светильник, с коленом не было вот этой консоли, но была под камеру и под монитор, и это мы заказывали у чехов. Несколько раз переделали, они пытались все довести до ума, но это реально не работало. работала. Потом подзаработали денег и заказали в три раза более дорогую штуку, которая хотя бы работает и более-менее. По ценам скажем, сколько это стоит? Вот это все года четыре назад стоило чуть больше двух миллионов. Ну вот, потолочная часть. Но я думаю, что сейчас это где-то два с половиной три. Примерно. Где-то два. Это получается светильник? Это светильник, потолочная консоль и соответственно, рукав под монитор и рукав под камеру. То есть тут получается три рукава на фиксаторе и потолочная консоль. Поэтому все вот эти три рукава они стоили где-то там миллион триста, а потолочная как цель где-то под миллион, где-то около девятьсот тысяч. Вот так. Может, про режимы расскажете? Или там режимов нет? Ну, меньше. Кому-то послабее, поярче. На самом ярком работает? Ну, не все на самом ярком работает, но и немножечко регулятора. Фокус. Вот она. Фокусировка. Соответственно, ну, и с ручки обрабатываются, они стерилизуются. Вот. Вот на большие операции. Соответственно, оно тут может... Если мы смотрим вот на зайчик, да, он яркий, мы можем регулировать, как бы он может быть поле по шире, а может быть более суженно-сконцентрированным. Это, соответственно, уже от момента, ну, насколько он близкий, это всегда индивидуально. Вот. Поэтому здесь нет какого-то там больших историй, но она и не нужна в стоматологии. Я там не вижу смысла какие-то больше светильники. Это, в принципе, максимально необходимый. Все-все-все вопросы закрывает. Ну, здесь, соответственно, у нас палата пробуждения, здесь у нас пациент отдыхает. У них тут маленький ночничок есть свой, когда они спят после седации. И, соответственно, вход, где мы заходили, это был вход для персонала. Пациент заходит здесь. Потому что, если большая операция, седация, он здесь переодевается, оставляет обувь. Мы там выдаем тапочки одноразовые. Вот. Иногда, если люди пожилые, они одевают пампер здесь, переодеваются. Ну, потому что, если операция там 3-4 часа, и это долго по времени, мы одеваем, пострахуемся. Это же бывает. Потому что расслаблено в состоянии. Как бы, чтобы не было никаких конфузов, все это есть. Все это тоже предусмотрено. Здесь у нас вторая операционная. Ну, сейчас здесь работает Наталья Николаевна, это наш врач-ортопед. Поэтому там у нас внутри ротовой сканер стоит решительский. Ну, там, видимо, все приготовлено для сканирования. Здесь она не совсем такая полноценная, как та. Здесь проводятся маленькие операции. Сейчас мы немножко заглянем еще с другого ракурса. Потому что здесь тоже, как и в той операционной, два входа. Здесь у нас вместо палаты такое кресло, на котором мы катаем людей после операции на снимки или, если им там нужно, в туалет. Вот, поэтому есть такая... Она скрутится, она раскладывается в лежачем положении. Соответственно, здесь тоже все подготовлено для фотопротокола. Это фон и здесь тоже хирургический светильник. Мы немножечко поплачем. Здесь ортодонтический склад. В основном ортодонтический склад. 3T Smile, Star Smile. Это все и лайнеры. Склад коробки из-под и лайнеров. Здесь куча всяких вот историй, связанных именно с ортодонтией в основном. потому что они тут его держат. Куча всяких моделей. Коробочек из лабораторий. А здесь интересно... А, ну, здесь новые лайнеры. Лайнеры и всякие там другие коробочки. Идем дальше. Здесь у нас рентген-кабинет. Здесь стоит наш КТ-аппарат. В каком случае компьютерный аппарат, который делает КТ и делает ортопандомограмму. Здесь классическая обстановка. У нас печатается, кстати, прикольная штука, печатает наклейки сразу. Наклейки какие? Которые отрываешь и клеишь в черно-белые. То есть есть программка, которая распечатает эту оклейку. Ты можешь ее на диск, на флешку наклеить, просто сделать какую-то наклейку с подписью на какую-то карту, чтобы не руками делать. прикольно. Так, здесь самый нечистый кабинет, здесь грязная техничка. Здесь Женя сидит, здесь у нас тут такое куча всего, навалено, работ, надо здесь наводить порядок, но уроки пока не дошли. Здесь, соответственно, отливаются, гипсуются модели и пара струй, пескоструй, вакуум, вакуум для вакуум-смеситель для смешивания, триммер, вибростолик и для отжимания простых кап, таких больше, для отбеливания или каких-то защитных, вот, вакуум-формер. Вот такая история. И маленький технический стол. Старенький, но работающий. Дальше мы зайдем, это ординаторская. Вот, здесь у нас личное пространство, он у нас веселенькая стена с кучей всяких фотографий с разных мероприятий. Привет, Сереж. Здесь у нас душ в стиральную машину, стираем тут форму, соответственно, душ, ну, как бы, пользуемся, тут стираются эти все после гигиены. Ну, и, соответственно, как бы. А вот... Наш туалетик. Бритва, щетки зубные, здесь можно помыться, прийти, привести себя в порядок. Летом, я, кстати, сам регулярно душем пользуюсь, потому что я на велосипеде добираюсь до работы, когда в жару приезжаю, ополоснулся, помылся или вечером куда-то после работы, чтобы привести себя в порядок, если на какое-то мероприятие. У меня тут даже одежда для того, чтобы переодеваться, здесь есть. Поэтому все, что нужно. Играем в шахматы. У нас есть несколько коллег. У нас иногда партии длятся по несколько недель. То есть у нас у меня есть доктор, с которым мы почти не пересекаемся. Я прихожу, делаю ход, он на следующий год у нас может партия идти там месяц. Про награды расскажете? Ну, вот у нас есть хороший рейтинг, который поставил нас в прошлом году на третье место. Вот в этом году вручили знаменательную табличку. пока еще никуда не повесили. Вот у вас есть здесь целая библиотека? Да, частичная, потому что там кучу всего растащили. Давайте тогда сразу топ книг ваших для врачей, которые могут быть интересны. Ну, нет, наверное, так не скажу рейтинг. В разное время было разное, что интересно, что увлекало. что касается хирургов, одна из первых книжек, таких серьезных и правильно написанных, она, наверное, для многих. Это Атлас, супердонтологические хирургии Эдварда Коина. Это вот классическое издание еще, по-моему, 90-х годов, ну, переведенное тогда же начале нулевых. Просто насколько относились качественно к подаче информации. Очень много схем. После того, как мы все учились на дурацких советских учебниках, в которых очень много текста и очень мало нормальных схем и нормальных фотографий с нормальными разрисованными техниками, да, это было настоящим открытием, что можно понятным языком объяснять сложные вещи, хирургически реально сложные вещи, потому что то, как здесь показано, это действительно сложно. Вот. И для меня это было открытие, что, оказывается, можно говорить простым языком о сложных вещах и разрисовывать, доносить это на нормальную информацию. Я думал, что до этого я дурак, потому что я читал текст, ты читаешь его один раз, не понимаешь, читаешь его второй раз, не понимаешь, читаешь его третий раз, не понимаешь, потом по крупицам начинаешь воображать и составлять. Просто текст дурацкий, зачем было писать одно предложение на две трети страницы, когда можно разбить его на тезисы и каждому тезису нарисовать схему. Но схемы рисовать лень, никто не хочется, потому что это надо привлекать художника. И есть такая система в нашем образовании, в медицинском, они почему-то все хотят усложнить. То есть я понимаю, что вещи сложные, но их надо взять сложную какую-то операцию, разбить на кучу маленьких подделов и легко, и понятно донести эту информацию. И это вот такая, которая открыла мне глаза, что книжки можно писать по-другому. Наверное, один из самых хороших атласов для работы с мягкими тканями, тоже очень подробно, с кучей фотографий, здесь я ничего не открою, это атлас Хюслера Цура, ну, как бы для многих хирургов это такая была одно время, несколько лет назад, когда это вышло лет 5-7 назад. Это была такая настольная книга, как проводить какие-то вот вещи, нюансы. Что касательно классической имплантации, наверное, такой книжки нет, потому что есть там Рюнтер, есть какие-то у нас другие есть. Что я тут могу сказать, что у нас по имплантации? Ну, такого базового учебника, нормального, чтобы он был адекватный нынешним реалям. Нет, как ни странно, нет нормальной базовой книжки по дентальной имплантации. Странно, тут есть какие-то старые, старые совсем вещи. Это, по-моему, 95-й год. Это отец привез свое время еще из Чикаго, одну из первых своих заграничных поездок. Вот. Заходи, Ксюша. Вот. И там старые-старые работы. Вот это как бы тоже было интересно, потому что, конечно, у нас таких книжек в свое время не печатали. И качество фотографий, не забывайте, что фотографиям 27 лет. Да. У нас до сих пор большинство докторов снимают хуже. Вот. И это надо было все проявить пленку, это никакой цифры. Это не 10 фоток сделал, 9 выкинул, одну выбрал. Это надо было все, 36 кадров, все надо было проявить, напечатать с негативами и потом отцифровать и сделать эту книжку. можно сейчас чуть-чуть, пожалуйста, сейчас мы просто слышно. Вот. Вот такие как бы вещи и еще там несколько. Принимается. О, вот, давайте, последний. Поехали, любимая книжка. Это это историческая книжка. Очень тяжело. Вот, ей точно можно убить одним ударом. Килограмм, наверное, 14 весит, чтобы ты понимал. А? Ну, он реально, Череж? Не держал? Ну, ее тяжело удержать одной рукой. Вот. И это атлас 1831 года, 1854. Это прародитель всех анатомических атласов, которые написаны позже. И на самом деле он по анатомии на 99% не отличается от современных. Там есть какие-то нюансы, изменения, но здесь вот это все классика, все изображено. и с рисунками середины 19 века. Круто. Идем туда дальше? Да. Ой. Здесь у нас переговорная. Здесь мы можем сесть спокойно поговорить с пациентами. Здесь кто-то видим, что-то показывал, чтобы отдельно никто не мешал, никто не слушал. здесь чай-кофе, маленький винный холодильничек там в углу. Вот. Для, скажем, неформальной встречи. В каждой клинике я нахожу такой холодильничек. Ну, да. Здесь наш офис. Вот. Татьяна. Еще одна Татьяна. Вот. Здесь у нас такое именно офисное пространство. Так. Там у нас главный бугарцов, офис-менеджер, и Татьяна, которая отвечает за работу с реферативной, с партнерами и за наш образовательный центр. Она сейчас с нами спустится на туалет для пациентов. Здесь у нас работает Марье. Заходи. Вот. Здесь у нас такая еще одна техничка, но более, так скажем, более чистая. Здесь Маша работает, в основном занимается моделировкой. Там дальше у нас сканер стоит для моделей. Дальше здесь у нас 3D-принтер. И немножко здесь еще печка. Вот, раскрашиваем и делаем какие-то разные работы. Фрезера пока своего нет, пока это вот на уровне моделировки в основном. Это наша основная клиника, которая уже там 6 лет в этом году исполнилась. Вот, здесь еще один нюансик покажу. Простыло тоже. Здесь у нас переодевалка. Это, по сути, на самом деле подъезд, поэтому здесь полноценный ремонт не делали, но так как мы забрали все помещение в этом отделении, подъезд нам достался бонусом. Вот, поэтому здесь много-много шкафов. Скажите про эту историю. А, здесь это Face ID. Сотрудники приходят, отмечают, я не в базе, поэтому сейчас напишут, что... Юль, а ты же в базе. Объект не найдешь. Нет, фейлот. Давай. У меня тоже не реагирует. Почему? Потому что ты тоже не в базе уже. Может быть. А ты что, ты же не в базе, это же только на ассистентов работает. Может, он это... Нет. Нет, ты не в базе. Это надо... Здесь у нас шкафы, чехлы индивидуальные для смены одежды, народу много. Сейчас коллектив это 65 человек. Круто. Вот. Поэтому здесь все как бы забито, забито формой. И, ну, как бы, соответственно, чистая обувь, уличная обувь и вот шкафы с верхней одеждой тоже все. Вот. 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 Сколько людей одновременно находятся в клинике. Это сотрудники. Где-то 34-35 человек в клинике параллельно находятся. Именно сотрудник. Максим, давайте с вами начнем с вашего пути в профессии. Как вообще оказаться в профессии? Я знаю, что у вас отец врач-стоматолог. То есть вы... Я из врачебной семьи. Расскажите немножко, как вы вообще оказались в стоматологии? Я родился в Чте. Это Забайкалье. Но прожил там очень немного. Там буквально 3-4 года. Потом отец после окончания университета пошел в военно-медицинскую академию и проходил ординатуру по члену хирургии в военно-медицинскую академию и поступил на службу. И поэтому несколько лет я жил в Питере в детстве. Потом перебрался в Ригу. А потом вернулся, приехал уже в Подмосковье. Сначала жил, потом в Москве. В военном поселке при Центральном военном клиническом госпитале в Вишневске. У меня отец профессор, членцевой хирург, начальник отделения членцевой хирургии уже больше 25 лет, 26 лет. Он как бы начальник отделения. И мама у меня оперирующий гинеколог, который лет 20 работал в роддоме. Сейчас она работает в гинекологическом отделении, но уже не в роддоме. В роддоме там своя специфика, там очень много дежурств ночных. И человеку уже как бы взрослому тяжело выдерживать вот 3-5-6 суточных дежурств в месяц, ну и связанных естественно с родами, которые проходят по-разному. Вот. Поэтому я из врачебной семьи, в принципе у меня не был, никто не давил, никто не заставлял, но я вырос в поселке, в котором было там 5 домов, в котором жили либо врачи, либо сотрудники госпиталя. Я вырос в этой среде среди врачей, и мне как бы это нравилось, и я с удовольствием пошел по стопам родителей, поэтому как бы стал медиком. В этом смысле мне, конечно, очень повезло, потому что и мама, и отец меня многому учили, подсказывали, помогали, и первые шаги в стоматологии, в хирургической стоматологии я делал гораздо раньше, чем делали мои коллеги, потому что уже там первый имплантат своему другу я поставил на 4-м или на 5-м курсе, будучи еще студентом. Естественно, под присмотром отца. Там, кто не знает, отец у меня один из первых, кто ставил дентальные имплантаты в России. Он начал ставить, там был такой профессор Суров, по-моему, в Литве или в Латвии, и он там запустил это в середине 80-х, а сертификат на разрешение этой методики Минздрав СССР выдал в 88-м году, и вот с 88-м году отец этим и занимается. Поэтому он в свое время тоже много преподавал, сейчас уже ушел от этого дела. Первый базовый курс, который делала компания Нобель Бейке по имплантации с российскими лекторами, мы с отцом это делали, по-моему, в 2004-м году. В Санкт-Петербурге? Да. Получается, университет вы закончили третий метод. Здесь уже в Москве? Да, здесь закончил третий метод в Москве и потом пошел в госпиталь, я уже работал и интернатуру, там прошел две ординатуры по ЧЛХ и по хирургической стоматологии, они раньше были отдельные. Ну, я там работал и параллельно их проходили. И отработал до того момента, как запустил эту клинику, до... еще чуть-чуть там работал, мы клинику открыли в 2016-м году, а там я проработал в числе еще на полставки до 2017-го года. Уже окончательно. полноценно в отделении там работал и как хирург-стоматолог, и ортопедией там занимался, и челюст-лицевой хирургии полноценно занимался. То есть мы оперировали и делали все, и дежурил по госпиталю как хирург, который как бы занимался по ночам всем, ну, под приглядом более старших опытных товарищей, поэтому опыт есть в разных областях. это очень помогло с точки зрения клинического мышления, какие-то вещи мы, я смотрю, на диабетиков, на людей с проблемами сердечно-сосудистой системы, я вижу какие-то красные точки, когда я говорю, нет, мы сейчас не будем делать операцию, давайте, вам надо обследоваться, какие-то моменты такие. это все благодаря стационарному опыту многолетнему. То есть вы, получается, человек, который больше собирал опыт, просто работая. Да, да. То есть есть же те, кто как бы основу в теории, да, изучают, а потом наконец-то идут в практику, а вы сразу так с четвертого курса. Ну, как бы в этом смысле, да, мне повезло, потому что я вырос в такой семье, и, конечно, какие-то первые шаги мне было гораздо проще сделать, у меня были опытные хирурги Александр Евгеньевич, наш там старший ординатор, который Авдеев преподал, отец Владимир Борисович Хышов, к которому я мог всегда подойти и спросить, а как здесь, а как что, и мне всегда подсказывали, помогали в этом смысле, конечно, так в более тепличных условиях не будем лукомить. Ну, вот сейчас ваш проект стоматологической клиники, он входит в топ-3 клиник в России. Расскажите, как начинался этот проект? Как пришла эта идея, и получилось ли реализовать то, как все вы изначально планировали? Идея пришла давно, за лет, наверное, за 5-7 до того, как мы это запустили. Идея реферативной практики, с которой мы начинали, она витала в воздухе давно. Я сам работал много в маленьких стоматологиях, где нужен был хирург, где я приходил, один-два раза в неделю на полдня что-то делал, что-то не делал. И там все время было очень тяжело работать, потому что не было необходимого инструментария, не было необходимо количество имплантатов, каких-то материалов. Потом я все время просил это что-то купить, что-то не покупали. Потом уходил, работал в новую клинику. Я думаю, что молодые доктора меня поймут, этот путь не нов, его многие доктора прошли или сейчас находятся на его пути. Идея заключалась, что для таких клиник, где нет большого объема хирургической работы, для них проще перенаправить пациента в специализированную клинику, которая на этом специализируется, которая сделает какой-то определенный работам сложный хирургический работ и потом вернет пациента в ту клинику, куда он ходит всю жизнь со своим доктором. Им не нужно закупать большое количество оборудования, большое количество материалов, имплантатов, костных материалов, мембрантов, фиксирующих пинов и всего, что вы видели сегодня в клинике. Они получают качественное лечение плюс получают какой-то свой бонус за проведенное лечение чуть-чуть меньше, но сопоставимый с теми деньгами, которые бы они сами заработали, а пациент получает качественное лечение в надежном месте с гарантией со всей ответственностью. Потому что, что происходит как бы в клинике, понятное с точки зрения руководителя, сейчас говорил немножко доктор, пришел доктор, походил там раз в неделю, там полгода, что-то сделал, что-то не сделал, потом нашел место, где чуть-чуть побольше прием, взял, ушел. Наняли другого, пришел пациент, у него что-то там не пошло не так или что-то это, говорит, а это не я делаю, там начинается вот это как бы челли, то есть нет стабильности, а стабильность можно сделать только когда у тебя сформирована запись, и ты можешь, я понимаю, почему они не вкладывают, потому что не из чего вкладывать. Ну, то есть, если ставится там три имплантата в месяц, то смысл вкладывать, ну, как бы, это не бьется расходы с доходами, вот, поэтому, как бы, и руководитель тоже можно понять. И для них мы, я придумал вот такой проект, в который можно направить пациент, который своей репутацией будет гарантировать, что никто никого ничего не заберет, который не будет там хаять или что-то нашептывать, что там вам что-то сделали, и так будет уважительно относиться и к коллегам, и к пациентам, всем помогать. Пациент получает качественное лечение за адекватные деньги, клиника получает качественно параличного пациента, которым можно дальше протезировать, лечить, что-то, как бы, делать, делать коронки на имплантатах, и все это, учитывая большой трафик и хороший поток, можно сделать за разумные деньги, когда все остаются довольны. Но эта схема работает только, если у тебя, как бы, есть достаточно большой трафик. Вот такую идею, я, как бы, вынашивал. Несколько раз мы пытались там с разными людьми сконнектиться и запустить эту идею, мало кто в нее верил. И вы, получается, одни из первых придумали такой формат, да? Ну, надо сказать, формат, он витал в воздухе. не красиво формировали. Это не какая-то, как бы, новая идея. Она давно очень распространена в Европе, потому что там таких клиник широкого формата, они только стали появляться, там, лет 10, может быть, чуть больше назад, а до этого это был вот доктор-клиник, ортодонт, ортодонтическая клиника. Вот ортопед, ортопедический клиник, вот терапевт, у него там микроскопик, он как бы сидит, там один работает. Вот хирургический клиник. Многоформатный клиник было мало, и все направляют друг к другу. Вот, был канал. Иногда он был связан с какими-то финансовыми историями, иногда он не был связан. Вот, это все было по-разному. Соответственно, как бы, эта идея витала в воздухе, но чтобы ее запустить, нужна определенная как бы система работы. Что мы сделали? Мы создали серую систему, модернизировали 1С, в котором как бы прописали четко там понятие агента, понятие согласованности записи, что можно делать, что нельзя. У нас по каждому нашему партнеру прописано, какие услуги мы можем оказывать, а какие нельзя. Там защита от дурака, если ему записывать, например, пациента от терапевта на терапевту, его невозможно записать в программе. То есть, это как бы нельзя сделать без там как бы определенного согласования. Вот. Это система менеджмента, то есть, у нас достаточно большой административный блок, у нас работает на приеме два администратора, два координатора, еще одна девочка сидит в колл-центре как бы в учебном классе. Это пять человек, которые обеспечивают связь с нашими пациентами и контактируют с реферативными докторами. И также вот сейчас общался с Татьяной, и она курирует привлечение новых докторов и тоже с ними как бы периодически общается по заключенным договорам, какие-то по финансовым каким-то взаимодействиям. Даже с ними общается, поэтому кураторы обязательно нужны в большом количестве, чтобы постоянно поддерживать связь и согласовывать вот эти передачи. Снимки, что, кому сейчас можно забирать, вот это, это тоже большая история. Поэтому, если это заклинит на доктора, он закопается в куче вот этой административной работы, которую не очень понятно, как бы ему это делать. Поэтому нужна была четкая менеджерская система, которую мы и выстроили. Вот, поэтому с точки зрения именно организации работы, да, мы первые. Идея, как бы, это и некоторые работают так, но это вот все как-то вот на коленке, да, а с точки зрения отлаженной, как бы, структуры, именно бизнес-структуры, да, мы первые. И пока, как ни странно, эту модель не сильно кто-то повторяет, потому что заявляют многие, но как вот, как бизнес-структуры... Но это же высокий риск, наверное, то есть, что получится загрузиться рефератирными пациентами. Ну, у вас были опасения, когда вы открывали эту клинику? Опасений было меньше, как и многие, так скажем, предприниматели, стартаперы. Мы думали, что пойдет все быстрее, лучше, чем это было в жизни. Вот. Но это нормально. Наверное, если большинство предпринимателей, докторов, знали, с какой количеством проблем они столкнутся при запуске, при открытии, течение этих нескольких лет, они бы не лезли в эту историю. Поэтому проблем было очень много, какие-то модели менялись, бизнес-модели что-то перестраивалось, оно и сейчас постоянно перестраивается, постоянно адаптируется, потому что у нас все время условия, к сожалению, окружающие меняются, поэтому это всегда какая-то адаптация, какое-то изменение, какие-то изменения подоходов, внедрения новых вещей. Это постоянная работа и это и хорошо, и плохо. Хорошо с точки зрения того, что наша стоматология это суперконкурентный рынок, где много хороших клиник, по крайней мере, в Москве и большинство главных регионов, где реально живая классная конкуренция, где она здоровая, она реально, мне нравится, она здоровая конкуренция. Люди подсматривают, что-то как бы черпают друг у друга, едут постоянно учиться как бы за границей, что-то внедряют. И вот такой живой механизм, где если ты остановишься, через какое-то время ты начнешь лететь вновь, потому что вокруг тебя куча людей, которые постоянно что-то делают, изменяют и внедряют какие-то новые вещи. Это супер хорошо для наших пациентов и в целом для рынка, но плохо для наверное понимания, что расслабиться нельзя. Расслабиться, отдохнуть, уехать на несколько месяцев куда-нибудь на острова, на море не получится, потому что ты все время должен держать руку на пульсе, все время что-то делать и не отпускать. И плюс достаточно личностный бизнес, почему кроме Dental Fantasy, Белгорови, что-то сетевое, качественное никого толком не получилось запустить. что важность врача, написать кучу протоколов, скриптов так не работает. Почему? Наверное, все-таки тут нужно понимание накольчика пальцев, если это напишешь кучу, уходит человечность, уходит общение, а все-таки к врачу приходит не только чтобы за механическое какое-то вещи, за то, чтобы тебе улыбнули, с тобой поговорили, пообщались. Это во многом очень личностная история, как работают какие-то маркетинговые схемы продвижения, но как и у многих, лучше всего работать с Рафаной радио или рекомендации коллег. Это как было, так и есть. Это основной механизм. Репутация я. Репутация она может быть только привязана к какой-то личности. Люди лечатся у людей. Да. Это большой фактор. Но сейчас мы сделали экскурсию по клинике у вас и небольшая лаборатория, но она есть. Да, и будет расширяться. Да, кабинет терапии, ортопедии. Мы полноценная клиника, ведем полноценный прием и реферативная практика уже работает не только на хирургию, много направляют на ортодонтию. У нас несколько очень хороших ортодонтов там со своим именем к ним тоже направляют достаточно много. А терапия и ортопедия нужна для большого потока наших пациентов. все-таки у нас реферативная практика это где-то 35%, 30-35% от потока, а где-то 65-70% это наши пациенты. То есть, она дала хороший толчок такого, дала какой-то плюс, что мы там, ну, у нас и была своя база, что мы вышли там в ночь буквально по окончании первого месяца работы, дальше она все время была в плюсе клиника. Это как бы дало такой толчок хороший. А дальше именно проценты реферативных докторов, к сожалению, не сильно рос. Я думал, что он будет как бы расти, а он и сейчас растет, приходит новый, но поток именно сарафанного радио и на пациентов пациентов приходит, он растет чуть-чуть быстрее, чем поток который направляет. Врачам еще не совсем понятна система. Возможно, они боятся, что пациенты к ним не вернутся. Это основной страх, но мы уже заработали определенную репутацию. Все же понимают, что стоматологический мир Москвы одна большая деревня, кажется, несколько тысяч клиник, но на самом деле через нового все друг друга знают. Поэтому если мы своровали буквально нескольких пациентов, пошел слух, что реформат не отдает, и все, этой модели можно было закрываться. Мы за этим очень строго следили. Там какие-то были мелкие недочеты, как и в любой работе, но мы всегда это все контролировали, отрабатывали. Поэтому может поспрашивали, нет такой репутации. У вас еще есть четкая программа, где все заслеживаются. А вот если не секрет, какой процент получает врач, который направляет к вам? Или это индивидуальная история? Это индивидуальная история, это обговаривается, я бы не стал это говорить в общественном пространстве, потому что это еще пациенты, получают неплохие деньги некоторые доктора, которые с нами регулярно работают, для них это чуть ли не 3 дохода. Такое тоже бывает. Мы оставим контакт, с кем общаться, кого заинтересует такой формат сотрудничества. Думаю, что очень правильное движение. Думаю, что за этим будущее стоматологии, что каждый делает то, что умеет лучше всего. И с точки зрения бизнеса выгодно, что не нужно закупаться большим количеством оборудования. И с точки зрения эффективности работы. Эффективности работы, качества. Например, не считать хороший доктор, опытный, который много сил и средств, в том числе и в образовании, а это в нынешнем мире без этого никуда. Это, наверное, можно сравнить с авиабизнесом. Это вот как дорогой самолет. И как в авиакомпаниях у них устроено. У них надо, чтобы самолет максимально большое количество часов летал. Тогда авиакомпания будет на влову. И вот я также немножко считаю, врач должен заниматься своей работой максимально. И мы сделали так, что благодаря администраторам, координаторам, наличием двух ассистентов у каждого доктора, что доктор по минимуму отвлекается не на врачебную работу. То есть он сконцентрирован на ней и эффективность доктора возрастает, конечно. Сильно возрастает. Если говорить по финансам, то мы, наверное, одни из самых эффективных по доходу на кабинет, по выручке на кабинет. То есть средняя выручка достаточно открытая информация, она там где-то около 30 миллионов в месяц на клинику. То есть это соответствует на 5 кресел. и это очень много. Прямо очень много. И вот при всем это работает как машина. При том, что у нас далеко не самые большие цены. Мы в верхнем и среднем сегменте, но мы сознательно не залезаем выше. Интересный бизнес, потому что буквально на днях я записывал интервью с управляющим большой сети клиник. И вот он говорил, что их доходность чтобы все функционировало полтора миллиона на кресло в месяц. Типа если два с половиной это уже прям топ. И тут 30 миллионов ну как бы с пяти кресел получается. Это по шесть. По шесть миллионов с одного кресла. Это конечно... Ну тут немножко чуть-чуть лукавлю, потому что операционные естественно по рентабельности приносят больше. Ну другой порядок все равно. Да, какие-то есть ортопедические кабинеты приносят больше чем терапия. Но это как у всех. У них же тоже не чисто на терапии, не на гигиене они зарабатывают. На порядок выше получается доход. Да. То есть вы топ-1 по Москве. Я немножко сложно мы наверное одни из самых эффективных те, кто работают в белую. Вот так скажем. Есть коллеги это как бы без всякого там рассуждения у которых достаточно большой процент кэша. Вот. И тут сравнять тяжело. Мы сравним по открытой информации по базе данных по спарку по тому сколько люди показывают в налоговых документах выручку за какие-то за последние годы. Это абсолютно открытая информация. Можно забить если кто не знает на сайте должна размещаться лицензия. В лицензии есть номер. Залезаем в базу данных вбиваем этот номер и выдается статистика сколько клиника зарабатывает за год. Надо будет изучить. Вот. Поэтому можно говорить потому что многие говорят а потом как бы цифры мне тогда не соответствуют заявленным. Интересно. Но неизвестно потому что я знаю что многие коллеги работают они дают специально кэшбэйки скидки за то что принесли наличные деньги потому что к сожалению без без этого тяжело. вот они то что стомат бизнес сложный поэтому заявлять не могу но по официальной статистике ну вот окей сейчас все хорошо все таки когда все начиналось возвращаемся вы просто врач в найме приходит уже готовая идея к тому что нужно запускаться вопрос основной то есть немножко сейчас про бизнес поговорим основной вопрос где брать деньги на запуск клиники потому что процесс потому что клиника очень масштабная ваш кейс это инвестиции это ваши заработанные средства в найме вот где врачу брать деньги на то чтобы открыть клинику топ уровня все шло степ в степ клинику я к этому долго шел я уже строил достаточно взрослым человеком мне было там как бы 35 я уже там много лет зарабатывал больше чем тратил вот и какие-то были отложения свои немаленькие потом немного дал отец ну как он определен процент в котором доли вот и клиника построена с моим партнером Ильей Ухпишем партнера я искал сознательно партнера из бизнес-среды то есть я понимал что я могу выстроить врачебную работу но я понимал что как бы тот бизнес который я хочу построить он требует как бы классического менеджерского подхода и изначально мы с Ильей знакомы давно изначально я его попросил чтобы он подыскал мне человека из бизнес-среды с которым я бы мог и он как бы направлял несколько своих там знакомых друзей я с ними встречался мы что-то как бы не нашли какой-то там общий язык а потом уже после нескольких встреч я как бы загорелся сам этой идеей сделал там исследование по поводу вот этой идеи проездил с презентацией по 10 стоматологам спросил интересно будет ли им реферативная практика рассказал как бы об идее но он не очень знал врачебное сообщество потому что он из банковской среды и там если говорят да то это да а стоматолог если говорит да то это да и с большим жирным вопросом вот поэтому было немножко как бы погружение в медицинский мир где врачи не любят говорить слово нет по крайней мере напрямую они как бы витиевато там отвечают или говорят да да мы подумаем ну как бы это классическая история и он такой ой я съедил к 10 докторам и 9 ответили да все я в деле вот так началось наше партнерство поэтому у нас четкое распределение я отвечаю за медицинскую составляющую или отвечаю за бизнес это офисы это учебные центры это администраторы координаторы скрипты проработка как бы моделей контроль как бы других бизнес моделей контроль финансов расходов все что с этим связано он как бы молодец потому что он 10 лет там отработал до этого в банковском бизнесе в разных структурах и принес стандарты такого классического там менеджмента где делегирование где расписаны обязанности каждого из сотрудников где есть определенная структура компании где есть какие-то там идеи вот 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 это в этом смысле конечно мы с Ильей нашли идеальное партнерство потому что мало где такого есть если бы я был сам это выстраивал может быть я к этому когда-то и пришел ну там лет через 10 и то не в таком как бы системном режиме как сейчас это у нас выстроено про стоимость проекта на старте сейчас я расскажу как бы и открывались мы в гораздо меньшем объеме чем сейчас то есть у нас было по плану мы делали ремонт на 4 кабинета вот где мы сейчас сидим часть это прицеплено где-то 3 года назад или 3 с половиной мы сделали дополнительно взяли в арену вначале открывалось три кабинета операционные и два кабинета вот где-то напротив ресепшена запускались в 4 кабинете там где 2 операционные там сидел мини-офис сидел бухгалтер сидел Илья и сидел там человек который отвечал за маркетинг ребята у нас мы изначально начинали с прямых продаж у нас было два менеджера которые ездили по клиникам предлагали реферативную практику сейчас мы от этой истории отказались вот и был офис то есть работал 3 кабинета соответственно там не стояла установка и тогда бюджет был что-то около 30 с копейкой миллионов общей вложения на тот момент но суть в том что инвестиции продолжаются все 6 лет все время что-то закупается не проходит месяц когда мы что-то не покупаем не только из мелочей но и из какого-то оборудования апгрейд какой-то проводится постоянно это процесс это уже из денег которые бесконечны то есть когда мы открывались у меня на тот момент уже будучи давным состоятельным человеком было там 8 тысяч рублей на счету при том что у меня родился на тот момент третий ребенок и у меня было достаточно много каких-то таких бытовых расходов и сейчас уже не секрет мы открылись там за месяц до получения лицензии работали на друзей вот ну друзей 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 только понимали никого как бы со стороны потому что дальше было но это было сознательное решение можно было взять кредит можно было взять привлечь каких-то дополнительных партнеров не хотелось никого привлекать и было сознательное решение строить на своей вместе как бы с Ильей там немного нам помог отец как он определен в проценте интересно очень интересная история и потом как бы все в процессе работы мы все время как бы там не было конфликт станьки расстроили не Apple а самые простые потом появились деньги поменяли по кабинету потом поставили потом во втором там диванчик стоял на ресепшене попроще заработали поменяли на дизайнерский ну то есть вот так вот все шло я считаю что это очень правильно стимулирует и очень правильно помогает потому что когда деньги то есть дает инвестор так скажем без каких-то ограничений финансирования таких проектов много запускалось в Москве но почти все они не успешны то есть я знаю когда хороший успешный кабинет кабинет клиника с так скажем ну почти неограниченным финансированием это наверное Альбина Донцова что вот он инвайт проект вот он вот наверное где было действительно большое финансирование вот новый проект запустился как проект а остальные где вот вот так вот потому что ну как бы нужно правильно все это распределять когда надо когда не надо они закупают самые дорогие креста микроскопы сразу везде все потом непонятно кому нужно и зачем у вас у вас сейчас очень большой штат в команде то есть у вас 65 человек работает какие-то советы по управлению такого большого количества людей или вы этим занимаетесь занимается отдельно ну тут тут есть разные команды они распределены на разные команды есть команда соответственно ассистентов она достаточно многочисленная ей управляет старшая медсестра и мы с Растарамычем это мой медицинский директор который у нас совместительно ведущий там врач-терапевт мы с ним как бы координируем там медицинскую составляющую потом у нас есть команда врачей их где-то около 15 человек вот врачебная команда мы проводим регулярные собрания какие-то вещи индивидуальные встречи разговоры с врачами это все время такое врачи люди чувствительные с ними нельзя так строго каждому нужен свой подход поэтому это часто какие-то и формальные встречи в виде общих собраний где мы рассказываем кто как делает показываем интересные кейсы выступаем с научными докладами потому что у меня почти половина докторов читает лекции из 15 человек 6 или 7 это вот профессиональные лекторы поэтому каждому есть что показать и на врачебных собраниях опробуются какие-то новые презентации новые вещи новые как бы курсы поэтому у нас достаточно интересное научное собрание это вот прям такое врачебное врачебное собрание которые являются и научными тоже и самому часто очень интересно как бы их участвовать слушать и там дискуссия диалог это очень важно для для врачебного вот нашей части команды потому что она чувствует что вот вокруг все развивается что-то не является и это и спор у нас на любых уровнях допустим то есть любой сотрудник может подойти что-то сказать что-то на что-то пожаловаться у нас достаточно открытая дружелюбная атмосфера в коллективе мы об этом очень заботимся потому что для меня это важная составляющая потому что я большинство активной жизни провожу здесь если здесь воспринимать чисто как работа работой значит ты берешь там две трети активной жизни смываешь ванитаз вот ты на работе должен получать удовольствие должен окружать себя людьми с которыми работать приятно с которым ты получаешь кайф вот иначе а зачем тогда только ради денег ну не деньгами все мириться особенно мне немножко тяжело сказать потому что я как уже сказал изначально давно зарабатываю больше чем трачу мне самому там не очень много нужно для самого самостоятельной жизни даже на велосипеде катаюсь вот машины сейчас нет то что в центре переехал есть одна машина на семью на двоих и все и я на ней езжу раз в неделю мне больше поэтому мне не нужно водитель был раньше но все сейчас его убрали потому что нет смысла поэтому вот коллектив на самом деле построение бизнеса если возвращаясь как бы бизнесу стройка организация да это сложно но это все достаточно легко делегируется легко организуется самое сложное это собрать команду как показал вот мой шестилетний опыт управления клиники это самое сложное подобрать людей сцепить этот пазл чтобы они работали как эффективно там и доктора и ассистенты и координаторы потому что у каждого там своя своя история у каждого свой человек чтобы это все сложилось как бы чтобы им было комфортно хорошо и это работало вот как единый механизм это оказалось самое сложное до открытия клиники я так не думал я думал что вот это там стройка вот эти процессы отладки вот этот финансов это самое сложное нет самое сложное это люди так мы идем по нашим длинным коридорам сейчас выходим через черный вход после длительных операций вот так тут коробки поставили неудобно но турник используется не просто отвисит 10 раз я в свои 42 подтягиваюсь еще круто после хэллоид осталось так куда мы сейчас идем мы идем в наше новое помещение мы будем первыми здесь у нас черный ход на самом деле это как бы мой велосипед серьезно? да это я катаюсь я на нем приехал у нас 3 доктора ездят тут как бы летом обычно стоит 3 велосипеда круто иногда 4 в общем поэтому специальная парковка сделана для велотранспорта в общем клиника реформат за здоровый образ жизни здесь у нас какая история мы клиника в которой мы сейчас были она существует уже 6 лет она немножечко расширялась то помещение к которому мы заходили последний кабинет пятый терапевтический он присоединен где-то около 3 лет назад это мы открыли неделю назад даже меньше там сегодня 4 рабочий день здесь и здесь еще вывески повесили вчера одной вот то есть двух не хватает еще будут их переделывать вот окна начинаются вот здесь вот все горящие окна это вот раз два три четыре это кабинеты мы сейчас зайдем покажем поэтому здесь немножко эстетика она еще будет отлажена мы сделаем здесь такой козырек как здесь табличечку чуть-чуть другую сделаю мне не понравилось мелко мы переделаем но тут все в процессе доводки тут немножко другой стиль здесь такая как будто стульчики это как будто уличная мебель здесь даже поставим потом столик и будем выставлять их на улице здесь еще будет логотип большой красивый такой неоновый решили делать вау будет написано потому что мы решили сделать разделение брендов эта клиника будет реформат вау как бы вау вау основная клиника она будет про вот потому что здесь будет больше удар на эстетику там именно на лечение на хирургию а здесь у нас основной будет это эстетическое протезирование это как бы виниры красота ортодонтия и соответственно красивые как бы реставрации и у нас третий как бы под логотип это эдикейшн иду сокращенное все три буквы про вау и как бы иду это наш образовательный центр куда мы спосимся чуть-чуть позже вот здесь у нас планируется видите как бы фотостудия здесь планируется фотостудия здесь пока стоит гардероб здесь будут висеть софтбоксы потолочные здесь будет стоять как бы камера на определенном уровне и будем фотографировать пациентов а здесь будет маленький гипсовочный под гипсоастоник стоит но это вот буквально на следующей неделе уже доделаем здесь соответственно у нас гардероб он будет здесь здесь будет стоять такая штанга которая на которой будет висеть и маленькая шторка чтобы загораживать эту историю если вот у нас эргономика рабочего пространства администратор заклят загляд это же не все показывают соответственно как там честный знак кунитор а камера не работает это вывод на камеру на уличную это камера на все пространство администратор видит кто где находится пройдемся по кабинетам здесь у нас вот они примерно все одинаковые в отличие от той клиники здесь ортодонтический кабинет поэтому тоже у них там как бы софтбоксы такого только-только начинаем обживаться здесь кабинет отдельно здесь тоже ортодонтический но они только сканирование проводят он пока полноценный не используется тут у нас доктор работает по сути на два на два кресла здесь там начало они делают а здесь можно отвести провести сканирование какие-то фотографии или просто какие-то мелочи ассистента которые помогают здесь кабинет еще не запускался потому что это терапия терапевт у нас выйдет только со следующей недели здесь поэтому это вот кабинет здесь у нас микроскопик висит но еще чехол не снимали так скажем сегодня впервые ну как бы установили все классика даже еще не подключил фотик и здесь у нас еще один кабинет здесь уже был прием здесь у нас ортопедический кабинет вот вот такие стульчики решили разноцветные стульчики заказать у нас если обратили внимание очень много докторов ассистентов сидят на седлах ну седлах и я на самом деле это я привил потому что я больше 10 лет наверное лет 12 седла на седле мне самому удобно и я привил эту культуру и у нас они в каждом кабинете они разноцветные вот под цвет диодика здесь туалет когда закрывается загорает красным как в самолете и сразу видно что занято вот поэтому как бы туалет там по себе обычно удобно потому что действительно когда поток большой люди постоянно ломятся постоянно да и это вызывает дискомфорт здесь у нас маленькая к сожалению комната для переодевания здесь вот такие большие шкафы будут двухъяростные чтобы всем хватило места но пока у нас только-только отлаживается прием здесь у нас компрессорный вместе с сервером здесь тоже как бы блоки выравнивающие напряжение сервер стоит очиститель воды кстати не показал в той клинике там и тоже стоит очиститель воды это грубые очистки это тонкой очистки и соль вся вода в клинике смягчена а на самом деле в той клинике примерно такая же система стоит вода это очень важно для оборудования для установок для всего поэтому если будет вода мягкая это соль вот которая необходима для смягчения это помогает оборудованию долго служить не оставаться вот этой накипи налета которая мешает всему остальному так здесь наша маленькая ординаторская она еще вот мы только вчера на самом деле смонтировали мебель здесь поэтому она еще такая нежилая так как маленький прием не поставили еще холодильник не поставили микроволновку поэтому наши сотрудники еще ходят кушать пока в основную поэтому чуть-чуть ей надо обжиться но я думаю что здесь все будет уютненько и хорошо здесь тоже будет висеть монитор на котором выведены камеры и который буду показывать камеры с ресепшена с кабинета чтобы видно было что пациент подошел и тоже с расписанием здесь у нас кабинет координаторов лечения этот кабинет пока пустует потому что мы только-только начинаем работать а здесь более-менее рабочий кабинет здесь уже Татьяна принимала здесь вот они два одинаковые кабинета так же как и в основном клинике именно с координатором здесь у нас стерилка вот здесь в принципе все то же самое только в уменьшенном объеме пока здесь один автоклав аппарат который делает дистиллированную воду ну и запекатель вывод под милаговскую моющую машину все сделано но пока ждем чуть-чуть слишком много расходов одновременно эта штука не дешевая ну конечно да здесь здесь у нас будет КТ-аппарат вот собираемся заказать сейчас в ближайшее время не планмеку вот с большим датчиком висы G5 но как бы это вот закажем в ближайшее время видимо придет уже там где-нибудь к середине весны здесь место на самом деле где-то на получается на 150 метров меньше чем в той клинике а здесь 4 кабинета а там 5 а в той сколько в той 380 или 390 метров но там с офисом с операционным здесь 240 что мне здесь нравится в отличие от первой клиники здесь свет не флаг то есть он не плоский здесь так называемое трекерное освещение его можно моделировать и подсвечивать разные зоны по-разному сейчас это еще не настроено но суть в том что ресепшн должен быть относительно ярким пятном зона отдыха ожидания здесь должно быть свет немножечко по-другому он не должен так светить мы еще с дизайнером сядем все это дело отладит здесь должно быть спокойнее например там зона гардероба где висит одежда она должна чуть-чуть ярче подсвечиваться чтобы как бы человек который заходит первый раз он понимал куда ему там подсвечить то есть свет он должен быть интуитивным он не должен быть плоским он какие-то зоны должен делать яркими понятными для людей какими-то более так скажем уединенными в котором просто комфортно посидеть подождать там своего приема или просто выпить чашечку чая или чашечку кофе мы находимся между метро Новослободская и Маяковская это такой практический центр в 100 метрах от Садового кольца и 5 минут ходьбы от метро Маяковская и 5 минут ходьбы от метро Новослободская изначально была такая идея что нам нужна центральная локация чтобы разным людям было из разных мест московских было удобно добираться вот поэтому как бы идея была сделать это в новом доме с новой как бы относительно новой архитектурой и центральным расположением у нас здесь вывески горят там еще не горят просто не подключили к электричеству сейчас Максим нас проведет в учебный центр реформации здесь у нас вход на подземный паркинг там мы арендуем 5 мест вот для наших пациентов вот доктора к сожалению для докторов мест нет поэтому доктора приезжают без машин приезжают на велосипедах ну на велосипедах да либо как бы натасили в коршевинке либо что-то еще вот мы выходим на улицу это пыхо церковный проезд вот ваш центральный вход да это наш центральный вход ты же его подснял уже да 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 это есть вот видишь тут чуть-чуть покрупнее подсветочку включил чтобы было поярче вот наш образовательный центр наша вывесочка вот видите иду сейчас там бау а здесь будет провоз здесь у нас чуть-чуть закончился ремонт здесь маленький кабинет это колл-центр здесь пока сидит один человек когда все раскрутимся будет два человека которые сидят на телефоне ну помимо как бы эсепшена который производит как бы какие-то подарки у нас тут откуда у нас там брал за большую штуку здесь мы строим лабораторию она в стадии ремонта здесь как раз будет полноценная лаборатория там будет стоять станки фрезерные вот и поэтому сделали шумоизоляцию а здесь будет два рабочих места полноценных для зубных техников здесь соответственно как бы маленький ресепшен когда мы проводим образовательный курс здесь стоят всякие разные роллапы здесь такая выставочное пространство какие-то партнеры ставят свои стенды которые участвуют в образовательном курсе а вот наш класс класс на 24 посадочных места соответственно большой монитор с него выводится как бы картинка любая легко выводится здесь легко выводится картинка с телефона ну здесь он как бы соответственно она уже показывает сюда либо с планшета либо с ноутбука без подключения без проводов у нас есть несколько докторов которые любят вещать прямо с планшета и они прямо на планшете рисуют какие-то вещи и они сразу идут сюда показывают это удобно когда ты презентация у тебя сделана и ты ручкой которая рисует на планшете показываешь какие-то моменты отмечаешь стоимость можем сказать сколько это стоит для вручения да это стоит 25 в будни выходной 30 тысяч у нас здесь есть кресло которое подкатывается если необходимо провести демонстрацию оно полноценное подключено ну там просто то есть его можно сюда поставить оно выкатывается и ставится в центре и можно провести какую-то демонстрацию прямо на человеке показать какую-то технику работы и оно подключено здесь слюноцос пылесос там турбинка все работает чай кофе соответственно выставляем здесь какие-то закуски вот такой очень-очень комфортный удобный зальчик который расположен в центре очень удобно для курсантов потому что не надо никуда ехать далеко как бы и получается трансляцию из операционной да и здесь можно выводить здесь подключена в единую сеть можно проводить трансляцию я здесь практически когда я читаю курс мы практически всегда делаем живые операции которые транслируются сюда в лайв формате расскажите про свой учебный центр для врачей у вас сейчас новый проект у нас новый проект он запустился в конце прошлого года где-то ему уже почти год мы как раз запустили в конце прошлого года идея заключалась в том что мы и мои коллеги которые работают вместе мы сами периодически читаем лекции выступаем и те площадки где мы выступали нам не очень травились вот и нам не было места где когда настало чуть больше уже 50 человек нам не было где собраться например провести общее собрание мы ни в холле не помещались там люди на ступеньках стояли но как бы даже хотя у нас достаточно большой ни там ни в офисе и это было все время неудобно там врачебное собрание там даже в офис проводили там 15 человек вот так вот все прижаты вот пытались что-то ориентировать но нам нигде не нравилось вот плюс мы поняли что привлечение новых реферативных докторов оно гораздо эффективнее развитие вот этого сегмента наша наша работа оно гораздо эффективнее когда мы будем привлекать их через образование поэтому освободилось помещение на цокольном этаже и мы подумали что это наш шанс и решили построить там учебный центр вот тогда как бы было ну и сейчас все хорошо но тогда у нас прям клиника была битком там запись была надолго вперед и не было возможности расшириться как бы что мы сделали чуть чуть позже в этом формате а учебный центр это как бы помог там чуть-чуть направить наши энергии и усилия в правильное русло и мы построили этот учебный центр как бы запустили и он достаточно неплохо работает это не бизнес проект мы не хотим на этом особо зарабатывать наша задача его вывести чтобы он был как бы ноль потому что его задача привлекать людей мы приглашаем тех лекторов которые нам самим интересны они приезжают читают лекцию мы сами на них ходим и еще получается что делаем это практически как бы бесплатно потому что собираем как бы с остальных участников там деньги вот поэтому это такой формат который позволяет нам самим привлекать интересных нам людей которые здесь читают лекции ну вот вы говорите что вот и клиника в клинике все было хорошо была битком это был период 2-3 года назад еще ну как бы 2-3 ну и вот эта клиника как бы она сейчас битком мы строили новую клинику под активный рост да и под рост там нескольких докторов но на нынешний момент да она максимально ее заполняем скорее всего будет там не больше 50% из 4 кабинетов активные у нас когда мы окончательно все запустим что хотели они будут заполнены где-то 2 2 у нас остается в нынешней ситуации так скажем резервными и сейчас мы находимся в стадии что мы ищем докторов которые которые на взаимовыгодных условиях могли бы к там как бы прийти и мы начали бы совместно сотрудничать у него ну вот вопрос который интересует многих коллег как вот вы справляетесь с периодами турбулентности в стране да есть там сложные экономические ситуации вот как ваш формат бизнеса вот справился с вот таким периодом это какие-то может быть новый подход новые инструменты по привлечению пациентов потому что у вас же акцент все равно на реферативную практику был изначально вот как эта модель бизнеса по сравнению с обычной моделью бизнеса стоматологии какая из этих моделей лучше работает в период нестабильности на самом деле сама по себе бизнес-процессы не сильно поменялись возрос очень сильно психологический фактор то есть вот этот стресс в котором мы пребываем последние хронические там 8 месяцев он конечно очень бьет по энергетике по людям по пациентам по сотрудникам по докторам это как бы удар для всех и что приходилось делать это больше налаживать общение слушать как бы помогать психологии для психологически сотрудникам коллегам пациентам потому что как бы в разном состоянии люди в разное время находились кого-то накрыло там в марте кого-то там в апреле кого-то летом кого-то сейчас осенью вот и ситуации больше связаны так скажем с человеческим общением с пониманием с эмпатией с выстраиванием каких-то по-другому взаимодействий но не с бизнесом с бизнесом ну где-то что-то проседало сейчас тоже немножко меньше чем осенью там прошлого года вот там мы идем где-то по лету может быть чуть-чуть побольше сентябрь был похуже сейчас октябрь немножко получше но я бы не сказал что это какие-то критичные изменения это вот оно все время было так не было такого что у нас там все время там чисто какой-то флайд все время от сезона зависит теперь теперь меньше как бы сезонные зависимости они например в ковид изменились там у нас мы половину докторов отпускали раньше там до ковида там в отпуск в августе потому что ну как бы всем хочется отдохнуть мы делали обычно какую-то косметику даже иногда там клинику на неделю закрывали что-то там приводили в порядок потому что это единственное время когда это можно было сделать без большого финансового ущерба а там пару лет назад август был там чуть ли не рекордным местом потому что людям некуда было ехать а уже можно было ходить заниматься зубами и мы поняли что мы конкурируем не с другими стоматологами а с продавцами машин турбутевок телефонов да-да-да дорогой одежды телефонов и если у них какие-то моменты закрываются они начинают больше тратить на себя на свое здоровье и так немножечко там открыло на все глаза что там не с друг другом надо чуть-чуть конкурировать а больше с другими сферами жизни потому что как ни странно для многих людей еще в приоритете съездить отдохнуть вместо того чтобы сделать зубы для него двухнедельный отдых более важен чем то чем он живет ежедневно три раз я этого не понимаю но для многих людей это так и мы как врачебное сообщество должны научиться доносить какие-то более правильные ценности не продавать не впихивать а именно доносить что мы действительно искренне считаем важным не то что сделать обязательно так-то так но это даже не то что мы считаем важным это то что объективно важнее чем поэтому как бы вопрос там недоверие между врачебным сообществом пациентами меня очень сильно волнует и в этом смысле конечно во многих аспектах частная медицина идет не туда потому что подключение вот этих эффективных менеджеров которые там пытаются какими-то доп.продажами доп.услугами не всегда нужными для пациентов там повысить эффективность каких-то клиник они все это же человек не дурак он иногда за это платит но он чувствует что что-то где-то здесь не то и это вызывает недоверие ко всем ко всем врачам да и это на самом деле сейчас большая проблема потому что больше всего это как бы с недоверием со страхами людей что где-то здесь тут в очередной раз его попытаются в какой-то мере там на ноль это я считаю что у нас одна из главных сейчас проблем в медицине что много времени доктора и сотрудники тратят на то что как бы развенчать эти как бы нет доверия доктора или его стало меньше чем было условно там 20-30 лет назад ну я вот с помощью своего youtube проекта я в какой-то степени пытаюсь пациентам показать что профессия врача очень сложная очень ответственная и вот эта ценность между здоровьем пациента и каким-то автомобилем например то есть ну как бы автомобиль просто ты раз и пощупал да как бы вот ты через три года поменялся да а лечение это такое ты платишь еще не понимаешь что ты получишь ну и многие не понимают что как бы платят еще за компетенции то есть как бы человек к этому уровню там как он работает шел там минимум то наверное 10 лет но если он какие-то компетенции обладает так скажем на определенном уровне это не может быть путь там меньше 10 лет и его нельзя воспринимать как просто как ремесленника да какую-то профессию в которой ты можешь за год обучиться да то есть это есть такой момент ну надеюсь что мы общими усилиями общими усилиями внесем в это и с премием это поменяется ну как первые слова там ветхого завета хотя я не легли в начале было слово с людьми надо разговаривать людей надо уметь слышать с ними надо разговаривать вот только так как бы степ-бай-степ иногда по несколько раз иногда по одному то же с первого раза мало кто воспринимает информацию это я и своим сотрудникам как бы доношу вы тоже не не все усваивается с первого раза и почти никто не усваивает надо с разных сторон доносить 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 разговаривать разговаривать по другому никак еще немножко про медицину смотрит большое количество молодых ребят которые хотят стать врачами хирургами имплантологами вот ваши советы молодым начинающим специалистам и второй вопрос какие возможно курсы вы порекомендуете вот для для молодых студентов ординаторов кто хочет связаться с хирургией что могу сказать с курсов достаточно много и в этом смысле у нас достаточно все хорошо живая тоже конкуренция живая среда среди коллег лекторов менторов которые делают в основном хороший контент поэтому здесь я не скажу что вот идите туда или не идите туда я считаю что надо идти почти везде то есть в принципе за несколько лет можно обойти за 2-3 года можно обойти всех ну кто читает лекции по крайней мере в России это не так сложно я считаю что это нужно делать потому что все подойдет в сравнении техники разные методики разные одному доктору подходит одно другому другого и вот здесь нет готового решения там у нас собираемся несколько коллег они работают по-разному но результат примерно один и тот же поэтому в одних руках работает это в других вот это поэтому я бы не стал сейчас рекомендовать именно конкретных людей конкретный курс я считаю что у нас сейчас все-таки если мы берем так скажем верхнюю прослойку не знаю не знаю кто плохо читает все это достаточно хорошо известно многим поэтому идите учитесь учиться это важно учитесь постоянно регулярно и важно понимать что после образования надо так подбирать учебные курсы чтобы вы могли в первой неделе попробовать то что вы то чему вы обучились это очень важный момент я когда раньше я часто ездил учился в Европе в Штатах я откладывал пациентов перед курсом ждал месяц-два специально относил ехал учился у меня уже после сразу по этой методике было записано 2-3-4 пациента это очень эффективно очень интересный подход да потому что нужно сразу знание подтвердить мануалом то есть это очень важно иначе они выветриваются теряются забываются и ты какие-то нюансы упускаешь то есть ты сразу подтверждаешь это важный подход и считаю что очень полезно прям готовить готовиться к определенному курсу к определенной методике обучились и сразу попробовать это осуществить в ближайшие там дни недели собственными руками вот наверное такой из небанально главный совет вот а так я думаю что очень важно слушать наших пациентов оставаться людьми и принцип который транслирует там для моих докторов сотрудников когда мы подбираем план лечения у нас такой критерий есть а своей маме бы я так сделал если как бы сомнений нет то значит наверное правильный путь если сомнения есть то отнеси на потенциальную свою маму или живую и подумай а ты бы хотел чтобы с ней так поступили наверное я считаю что молодым докторам дают такой же совет транслируйте это на себя потому что репутация в нашей профессии очень важна надо оставаться людьми в разных ситуациях и надо считать вот-вот по такому принципу я считаю надо работать очень крутые и полезные советы у нас есть научная группа мы на самом деле такой дружный коллектив в котором уже четверо ассистентов пришли уже работают как бы у нас докторами и мы растим свою паству определенно много людей через нас прошло и у нас есть научная группа где мы занимаемся наукой и где создаем новый формат хирургических протоколов ссылку я тоже оставлю в комментариях ссылка на наши протоколы у нас сейчас готовы три протокола в работе четвертый это такой новый формат то что мы разговаривали в начале про книжки то есть должно быть ясно и понятно то есть сейчас 21 век и формат предыдущих хирургических протоколов где есть схемы тексты или вот как книжки он немножко устарел сейчас книжки так печатаются но именно формате файла такого нет то есть идея заключает в том что ты открываешь этот файл на любом компьютере телефоне где угодно это как бы ссылка на на сайт там где есть у тебя как бы связь везде можно это открыть листаешь тратишь на это минут 40 там в течение часа он не очень большой порог и делаешь свою первую операцию не совершать 90 процентов ошибок которые совершил прочитан суть заключается в том что максимум это фото контент схемы видео все главные моменты запечатлены на фото и видеоматериале то есть я считаю что это новый формат который мы должны внедрять это такая визионерская немножко работа мы хотим его запустить как бы в среду это не то что там будет там протокол Максима Крихашова или клиники реформа цифровая вещь чем хороша вот написал какой-то доктор там протокол 10 лет назад вот он напечатан в книжке а книжку писал в 2008 году доктор читает а он уже работает по-другому сейчас 2022 а он читает как он мыслил и работал в 2008 условно сейчас не берем конкретику это это просто как пример а мы хотим сделать живой формат чтобы можно было там собрать обратную связь взять через год что-то поменять это же цифра эту фотографию убрал новую схему поставил это не издательство не книжка не какие-то мы хотим запустить запустить живую систему которая будет просто представили какие-то коллеги вот мы там делали там у нас такие отличные результаты давайте там как бы сделать собрать там какой-то там своим кружкам взяли поменяли есть там как бы версия 21 года 22 там 23 это можно там раз в год или раз в два года это обновлять и у тебя все время версия последнего нового года ну как мы живем с телефонами с гаджетами я считаю что и в медицине надо внедрять то же самое потому что в методике все нестабильны практически все что мы делаем ну каждые несколько лет модернизируется что-то внедряется новые фишечки приемы и мануальные и по технике и по материалам все не стоит на месте за 20 лет мы там активной врачебной практики мы там делали так потом не так потом снова так то есть как бы все время вот какая-то история она не происходит каждый год ну каждые там 4-5 лет подходы меняются и это здорово потому что это все приводит к более эффективным меньшим осложнениям и более быстрому и успешному результату для наших пациентов поэтому и мы хотим внедрить вот такой стандарт который будет там опять-таки не имени какого-то доктора или что-то который будет постоянно видоизменяться меняться ее может распространить и на другие области мы хотим именно формат показать как платформу как можно делать а дальше берешь и пишешь в том в чем ты силен это очень полезно что можно вносить изменения потому что книга готовится к публикации много лет это много сбора материалов а потом это очень тяжело как бы опять проходит там обычно лет 10 до второго издания где вносится какие-то дополнения она всегда даже при издании она уже отстает отстает спасибо большое за интервью я лично впечатлен масштабом и подходом как вы совместили получается и частную практику и вот как будто сделать такой дорогой формат большого хирургического отделения ну да какие-то вещи привнес и стационара там как бы чуть-чуть то есть это комбо из стационара и частной практики класс это прям лично меня впечатлило так и предполагалось чтобы сделать здесь перенести частичку стационара и чтобы как бы именно был упор на хирургии но потихонечку все вместе развивалось и ну и на очень высоком уровне то есть прям ты заходишь в стационар всегда страшно здесь в этом и суть дизайна заключалась там где зона ожидания чтобы он был такой универсальный комфортный для всех для разных групп людей и все чувствовали себя достаточно уютненько и комфортно вот для всех это проработando социализироваться всего здесь мы и все там вот